Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! С вами Вячеслав Котлеров, Харькове 2300, 11.06.2017 года. Вот так, уважаемые слушатели и зрители, на вот таком несложном примере мы можем увидеть, как идет в нашем соте движение и вращение. И потихонечку раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Видите, как замечательно на таком примере можно увидеть, что происходит в масштабах нашей ячейки. Будущий суперконтиниал получил название Амазия. Модель, рассчитанная учеными, предсказывает соединение Северной и Южной Америки. Исчезновение Карибского моря состыковку Америки с Азией. И только Антарктика не сможет поучаствовать в этом собрании. По словам ученых, их модель основана на изучении суперконтинентов прошлого. Супчик из цветной капусты мы в Мориле было вкусно. Концепция Панге достаточно хорошо разработана, но не хватало убедительных данных, свидетельствующих о том, как суперконтиненты обретают свои очертания, говорит Рос Митчелл, один из авторов исследований. В качестве основы для анализа были использованы геомагнитных данных, собранные во всех регионах планеты. Северная Америка и Евразия скоро соединятся. Ура! Ура, товарищи! В журнале Naturell опубликована статья, в которой ученые Нельского университета утверждают, что всего лишь через 100-200 лет, миллионов лет, Северная Америка и Евразия столкнутся и образуют единый суперконтинент, в котором позже присоединятся Австралия, Африка и Харьков. А столкновение произойдет вот-вот-вот-вот на Северном полюсе. И только Антарктида останется в гордом одиночестве. Поздравляю! Уважаемые слушатели и зрители, мы живем просто в историческое время. В далеком прошлом на планете суперконтиненты существовали не однажды, они то расходились, то сходились, то сталкивались, то срасталкивались. 300 миллионов лет последний суперконтинент Пангея распался на нынешние континенты. Вот так вот. Ого! Хорошее, я вам скажу, друзья, у континента было названием. А до этого существовали другие гиперконтиненты. Миллиард лет назад. Родиния. Хорошее название для континента. Родиния, да? А 1,8 миллиарда лет назад. Нуна. А до этого она была Буна. После того, как перестала быть Шмуной. Нуна. Тектоника литосферных плит приводит континенты в постоянное движение. Во время столкновения меняется видимый рельеф земной поверхности. Исландия, например, расположена сейсмически активно на районе на стыке евразийской и североамериканских литосфер. И чтобы шатать Исландию, как шатают Японию, порой не хватает ядерного арсенала. Будущий суперконтинент получил название Амазия. Или Амазон Челлинг. Или Келлинг. То есть, добро пожаловать к Владимиру на канал. Амазин Ченнел. Амазин Ченнел. У меня есть предположение, что мы вообще горожная территория. То есть, вот закрытая территория, вы можете слышали, говорит Вячеслав Котлеров, что мы из сот состоим. Ну, в принципе, это довольно-таки логично. Модель, рассчитанная учеными, предсказывает соединение Северной и Южной Америки. Ну, наконец-то! И исчезновение Карибского моря, Крабского моря и Крипского моря. Истыковка Америкой с Азией. Давайте я вам, уважаемые слушатели и зрители, покажу, что это я не на ходу придумываю. А то вы подумаете, что у меня бурная фантазия. Вот ссылка на эту статью, пожалуйста. Те, кто будет слушать записи, статья называется Северная Америка и Евразия соединяется. Дальше вы можете самостоятельно приступить к изучению к этой статье. И, а так как я пишу это для основного канала, сотовая земля, на сим разрешите откланяться. С вами был Вячеслав Котляров в Харькове, 23 часа 21 минута, 11.06.2017 года. Приходите на Котляров в ФМ. Мы здесь 24 часа в жутки, жутко, жутко ждем вас. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник, 50% в кавычках прогибших самолетов и кораблей, достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санникова» также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Берн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова